Господин Юнус, тема Востока, то, что называется настолько тонкое дело, вы знаете, мы в нем все-таки не так хорошо разбираемся, и вообще ранее нам казалось, что весь мир заканчивается на границах Украины. Вы нас научили за эти месяцы, что все-таки все эти процессы очень связаны, ну, вплоть до того, что, я думаю, вы видели, что после атак неназванных стран, неназванных сил на Иран, ну, вызывали представителей нашего консульства, то есть сделали крайними Украину. И параллельно с этим есть заявление, что Израиль как будто бы готовится отражать атаки Ирана. Сегодня там уже звучала воздушная тревога, сегодня уже с сектора газа выпускали какую-то одну ракету, в общем, силы противовоздушной обороны все это перехватили. И кажется, что это как будто бы действительно еще одна точка, где очень накаляются разные настроения, разные тревоги. Мы понимаем, что Иран представляет опасность для Израиля, для Азербайджана, для Украины. Что в целом, вот как нам собрать правильно эту мозаику, чтобы понять, что происходит на самом деле на Востоке? Ну, и вы же уже подчеркнули, да, что и Блинкен делает разные свои воежи, и не только. Ну, вот я так ограничу, чтобы не выдавать все секреты. Последние несколько месяцев, если вы помните, на Южном Кавказе в тематике того же Ирана, во взаимоотношениях Ирана со своими соседями было очень много всяких провокационных моментов, которые эскалировал сам Иран. Это касалось в первую очередь моей родины, Азербайджана. Вы помните, там была демонстрация сил, там 50 тысяч было на границе. Иран – стратегический союзник России, Иран – стратегический союзник Армении. А если вы возьмете, откройте карту, я всегда советую зрителям смотреть просто на географию, когда вы увидите, в каком окружении находится Иран. Там Пакистан с одной стороны, с севера – Азербайджан, с юга – Саудовская Аравия, там Турция, тут рядышком тот же Израиль. И вот видите, вот в этой географии сверху там есть Россия и Армения. Вот эти страны. И надо посмотреть на историю взаимоотношений Ирана с этими странами, как вот на 150-200 лет тому назад, и буквально в новейшей истории после развала того же Советского Союза. И когда мы будем иметь вот эту базу, это материальная часть политологии, мат-часть надо изучать, когда мы ее более-менее будем информированы, а когда сфокусируемся на последние два года после Второй Карабахской войны, когда поименялся статус-кво здесь в Южном регионе, вот, а немножко ближе к этому событию в Сирии, и вот когда там противостояние происходило между вот этого треугольника Турции с одной стороны, именно Россия, Иран и еще Сирия с другой стороны, и когда Иран усилил свой шиитский вот этот треугольник, и вплоть до, ну там, я имею в виду, через ту же Сирию, вплоть до Йемена, через тех же своей прокси в лице этих хусидов, и вот это противостояние Саудовской Арабии и того же Ирана, и мы, а это 70%, это география здесь, 70% всего нефти и газа, планеты, и понимаете, насколько эта территория представляет свой большой интерес у всей планеты, особенно у тех транснациональных компаний и тех стран, где эти транснациональные компании действуют, да, это касается и Соединенных Штатов Америки, и европейских их союзников, это касается и таких стран, как Китай, и та же Россия, поэтому всем хотелось бы тут иметь свой кусочек этого пирога. И, а Иран на фоне этого еще хотел бы иметь ядерное оружие, поэтому, а тут Израиль, который является первым и главным противником того же Ирана, и поэтому главное противостояние происходит между ними, этот хочет иметь ядерное оружие, этот не позволяет, за ними стоят Соединенные Штаты Америки, здесь Россия тоже, как всегда, на стороне того же Ирана, и тут война уже ваша, и эта война, посмотрите, как Иран повел себя в этой ситуации, вначале уверенно так, будучи уверенным о том, что Россия побеждает в самом начале, и посмотрите, как сегодня ведет Иран, посмотрите, как внутри Ирана уже забурлило, и уже сегодня очень сложная такая ситуация, и все в напряге, а вот буквально несколько дней тому назад была террористическая атака на посольство Азербайджана непосредственно в Сегеране, в результате этого нападения с автоматом Калашникова ворвался на глазах охраны посольства, я имею в виду со стороны официальных лиц правоохранительских органов Ирана, которые вообще не реагировали на все это, вот, вошел с автоматом Калашникова и убил одного сотрудника службы безопасности посольства Азербайджана, ранил, тяжело ранил двоих, ну, его геройски без оружия обезопасовал другой, ну, разоружил другой охранник, вот, и в результате Азербайджан потерялся два одного офицера службы безопасности, и сегодня Азербайджан эвакуировал посольство Азербайджана, и всех сотрудников посольства, они уже сегодня прилетели на территорию Азербайджана, это о чем говорит, идет эскалация, несмотря на это, президент Ирана сегодня позвонил президенту Азербайджана, кроме этого, министр иностранного сделал Ирана, с крокодилами слезами пришел в госпитал к этим раненым дипломатам, вот, а наряду с этим сегодня же министр обороны, новый министр обороны правительства Натаньяхов, сделал звонок министру обороны Азербайджана, а если вспомним наш разговор, помните месяца два назад, когда я вам говорил, случайно в Баку прилетел министр обороны Израиля, случайно прилетел министр обороны Турции и министр иностранных дел Салдовской Аравии, потом они же случайно все собрались в кабинете у президента Эрдогана в Турции, вот, и еще к ним добавился министр обороны Бен Уэллес, который до этого летал в Вашингтон, случайно опять же, да, как вы сами понимаете, поэтому вот эти все случайности говорят о том, что что-то готовится, скорее всего, очень серьезное готовится, Ираном сегодня серьезно занимаются, я вам говорил, что Иран находится на мушке, так же, как находится, не только Россия находится на мушке, но Россия находится официально на мушке, она сама пошла на это дело, и вот эта война, Россия уже на этом крючке, но еще две страны, которые поддерживают Россию, то есть и не только они, все те, кто будет поддерживать в этой авантюре Россию, они все будут под мушкой, и это Беларусь, и это сегодня Иран, ну и та же Северная Корея, как бы она далеко не находилась бы, она также находится под мушкой в результате любого телодвижения, ну естественно, Северная Корея находится под зонтиком того же Китая, но Китай имеет свои интересы во взаимоотношениях с теми же Соединенными Штатами, я так понимаю, Блинкин, вот пролетая над гнездом этих кукушек, в ближайшие дни прилетит, это все, это все подготовка к его визиту там в Китай, конечно, там будет обсуждаться и Северная Корея, там будет обсуждаться и Иран, вот, и вот месседжи Ирану, скорее всего, будут отправляться именно оттуда, Ирану кто может месседжи отправить? Франция, союзник того же Ирана, вот, не подчеркиваю, вот, заметьте, Франция, союзник Ирана, Макрон тот самый, который регулярно держит вот этот коридор с Москвой, треугольник вот этот запоминает, а Макрон как будто бы коллективный запад, как будто бы Рамштайн, член Совета Безопасности, вот эти 11 месяцев вспомните, вот эти все взлеты и падения, вот эти все спекуляции, поэтому это для чего я вам говорю, я хочу, чтобы вы понимали, какая идет игра и какие страны здесь какие игры ведут, и не все вот так, когда мы говорим коллективный запад, они все имеют одни интересы, поэтому Украина должна понимать вот в этой игре такой сложной, да, вот, кто реально на ее стороне, а то, что там, кто там бомбил, ну, никто сегодня, ну, а кто бомбил аэродром в Крыму, а кто бомбил там Крымский мост или что-то, все же говорят, покурили, но все понимают, что это не покурили, а это имеет непосредственное отношение к вам, так скажем, да, это же не сделали инопланетянин, точно так, как и здесь, мало что они могут говорить, что это сделала Украина, Украина вообще не имеет здесь никакого отношения, потому что я и вам тысячу раз говорил, что вам там делать нечего, за вас это сделают, за вас это есть кому сделать, и это сделать намного качественнее, намного лучше, потому что это сделают те страны, которые вас сегодня поддерживают, у которых технических возможностей намного больше, вы нуждаетесь в поддержке США и Израиля, вам нужно вооружение со стороны США и Израиля, и нуждаясь в этой поддержке, вы еще будете заниматься, не разобравшись на своей территории, вы будете заниматься этой территорией. Поэтому это все информационный сброс, это все спекуляции, да ради бога, пускай они идут, все прекрасно знают, и в Иране прекрасно знают, кто это бомбит, если вы думаете, что Ирана не знают, они знают. И это был мессадж, это был не просто мессадж, это было что-то вроде даже разведки боем, так скажем, Это и месседж, и разведка боем. Вполне может быть и повторение, если этот месседж не услышали. Если этот месседж не услышали, я так думаю, здесь еще очень важно посмотреть планы того же Ирана в отношении Азербайджана, планы тех стран, которые спекулируют сегодня на теме Лачинского коридора, которые сегодня ищут рыбу в мутной воде, в зоне так называемых российских миротворцев, которые там сегодня окопались, и которые рано или поздно должны будут оттуда уйти, но они не хотят этого делать. Поэтому мы должны это все понимать. Если где-то что-то рядом начинает стрелять, вот такого типа, или происходит какая-то эскалация, значит кто-то не хочет, например, заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Вы же помните, сколько раз мы говорили на эту тему, а мирного договора все нет. А мирный договор должен был заключен быть до конца прошлого года. Его не заключили. Вот его не заключили, я вам говорил, будет эскалация. Вот элементы этой эскалации. Вот нападение на посольство Азербайджана. Вот бомбежка заводов в том же Иране. Давайте посмотрим, что будет дальше. Но я точно знаю, что если Иран дернется, дернется в сторону Азербайджана, от Ирана ничего не останется. Потому что на Иран наедут сразу же. Вот в этой географии, посмотрите, ядерный Пакистан, Турция, Израиль, Соединенные Штаты и Саудовская Аравия. Если в ней возникнет какая-то необходимость. Но Саудовская Аравия, скорее всего, будет разбираться уже на территории Йемена и на тех территориях, где Иран добился определенных каких-то успехов. Саудовская Аравия, Азербайджан не нуждается в поддержке той же Саудовской Аравии. Поэтому светский Азербайджан сегодня как кость в горле у того же Ирана. Но не забывайте, что половина населения Ирана, половина населения – это азербайджанцы. И вот то, что там происходит сегодня, это происходит именно там. И вот эти заводы, которые бомбили. Один из заводов, даже не один, а несколько заводов. Всего 14 объектов бомбили. Многие не знают, сколько бомбили. И там не было именно столько беспилотников, как сегодня иранцы говорят. 14 заводов бомбили. И все, все цели были поражены. И те, кто этим занимаются, как вы сами понимаете, эти такие страны, они никогда не промахиваются. По сегодняшней день промахов в решении тех или иных задач на территории Ирана, касательно даже точечных ликвидаций тех или иных специалистов в центре того же Тегерана. Все происходило по высшему разряду. Я так думаю, в ближайшее время будет наверняка продолжение этого морализонского балета. Потому что для Израиля очень важна сегодня ликвидация ядерной программы. Но есть Россия, которая сегодня понимает, что надо идти в атаку в этой тематике точно так же. Если Иран пойдет в Абанк, тогда будет здесь очень сильная заваруха. Но я не думаю, что Иран пойдет в Абанк, потому что Иран сегодня не заинтересован. Во всяком случае, я вижу, как сегодня Иран быстренько-быстренько, министр иностранных дел пошел в госпиталь, а этот президент Ирана позвонил в Азербайджан для того, чтобы смягчить весь негатив. Особенно после этой бомбежки он понимает о том, что взаимоотношения Израиля и Азербайджана, вот эти стратегические, в Иране тоже прекрасно понимают. Поэтому я не думаю, ну естественно, а вот это все, вам это выгодно, украинцам, да, вот в этой ситуации, потому что вы понимаете, что этот Иран поставляет дроны России, которые бомбят в ААЗ, и еще хотел поставить баллистические ракеты. Я вам что говорил, касательно баллистических ракет, они 10 раз подумают, потому что с дронами разобрались, а с этими им мало не покажется, значит, это более серьезная тема. Им отправили этот месседж. Я не знаю, они сильно его услышали или нет, но то, что стали бомбить эти заводы, видать, наверняка, там у них есть какие-то сомнения в этом, или что, что вот эта тема с стратегическим бомбардировщиком со стороны России, или что-то, это месседжи, которые им отправляются. Я так думаю, будет продолжение этого маргерезонского балла. Судя по вашим словам, господин Юнус, вот сейчас им точно, доступно донесли, почему не стоит помогать стране-агрессору Российской Федерации. Я, конечно, не могу удержаться и не пошутить, все-таки, насколько я помню, вы футбольный фан, когда вы вспоминаете, что у нас не там покурили, то там вы на территории Ирана, я бы сказала, что это очень похоже на руку Господа, да, потому что ни одна из сторон не берет на себя ответственность. Значит, будем считать, что это высшие силы, которые защищают страны, которые не желают воевать. Правильно, правильно, да, точно, как говорил Диего Марадона, я тут ни при чем, это была рука Господа, правильно. Господин Юнус, я невероятно благодарна вам, правда, вот Восток, особенно когда мы вспоминаем и Иран, и Азербайджан, и Израиль, это сложная тема, они требуют пояснения, потому что вы правы всегда в том, что так или иначе интересы пересекаются, и это стоит объяснять нашим зрителям. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.